Сегодня в России, как и во всем мире, люди живут внутри потока электронных коммуникаций. Невидимые нити опутывают наши дома, наши семьи и нас самих. Позволяют общаться, проводить время вместе и создавать новые. Но скрытыми от глаз до поры неощутимыми остаются и угрозы. Угрозы, которые способны затронуть каждого из нас лично. Нанести урон всему обществу, поставить на кон будущее человечества. И абсолютное большинство граждан даже не представляют, в каком опасном мире они живут. Но эти угрозы не остаются незамеченными для специалистов информационной безопасности. Средства мониторинга ежедневно детектируют миллионы атак на социально значимые электронные ресурсы, на государственные и корпоративные системы, на действующие в стране объекты информационной инфраструктуры. При развитии цифровой экономики, сервисы и цифровые продукты, а также каналы их передачи, должны быть под контролем и надежно защищаться. Отвечая на рост угроз в цифровом пространстве, российское государство уже предприняло ряд мер. В 2018 году вступил в силу федеральный закон 187 ФЗ. Запущена и развивается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. ГОССОПКО. Заключаются соглашения с зарубежными странами о сотрудничестве в борьбе против компьютерных угроз. Но одних усилий регулятора недостаточно. Для сохранения баланса вся отрасль должна непрестанно взаимодействовать, обмениваться информацией и совместно решать возникающие проблемы. Только выступив единым фронтом, мы сможем отвечать на компьютерные угрозы. Работа специалистов по мониторингу и реагированию на инциденты скрыта от непосвященных. Но результат их профессионализма – это то, что угрозы встречают отпор, катастрофы оказываются предотвращены, компании не теряют деньги, а граждане слышат только отголоски постоянной незримой борьбы. Сегодня и завтра здесь, на СОК-форуме, мы выносим на поверхность все то, что составляет работу по противодействию компьютерным атакам и мониторингу инцидентов. Это профессиональный опыт, высокотехнологичные инструменты и методики их применения. Это сбор и анализ информации, а также тесное сотрудничество между всеми участниками отрасли. На протяжении двух дней нам предстоит укреплять наше взаимодействие, находить и в формате диалога устранять разногласия и сообща двигаться к более совершенной защите нашей страны и наших соотечественников. Давайте становиться лучше! Продолжение следует...